А сейчас передаю слово Дмитрию Нечаеву. Смотрите колонку главного редактора. 481 зараженный изолирован и проходит лечение. Ну и вот, к сожалению, сегодня сразу два человека с коронавирусом скончались. Это были пожилые люди с серьезными сопутствующими патологиями. Ну и теперь о других событиях дня сегодняшнего. Буквально несколько часов назад глава Твери отчитался перед депутатами городской думы о работе администрации за минувший год. Глава города начал с главных достижений за этот период. Он рассказал о строительстве детсада в Южном и о новой школе в Брусилове. А также о заключенном контракте на предстоящее строительство еще одной новой школы – школы в Радужном микрорайоне. Это актуально, ибо пока в Твери не удается ликвидировать вторую смену в школах. И вряд ли, кстати говоря, это даже после строительства очередной школы удастся сделать, так как тверичан в 2019 году стало больше аж на 4000 человек. И теперь общее количество населения в Твери – 425 тысяч. При этом в город за минувший год приехали рекордное количество человек – почти 6000. Ну и еще глава города рассказал о масштабном ремонте дорог в рамках национальных проектов. Это были беспрецедентные суммы, в прошлом году выделенные на ремонт городских дорог. В частности, в прошлом году было отремонтировано в пять раз больше квадратных метров дорог, чем, например, годом ранее. Ну и надо сказать, что депутаты поинтересовались, куда денется старый городской транспорт. Вопрос не безинтересный. На что получили ответ, что он не пропадет и будет продан. Ну вообще говоря, это, видимо, будет актуально в связи с не самыми радужными прогнозами по наполнению городского бюджета в текущем году. Ведь если в прошлом году у города худо-бедно наблюдался даже рост собственных доходов, то в нынешних условиях на это надежды мало. Бизнес массово приостановил работу, выплаты налогов резко снизились, меры поддержки малым и средним предприятиям в виде льгот по аренде за городскую недвижимость также приведут к десяткам миллионов рублей выпадающих доходов. Ну а спад платежеспособного спроса еще более усугубит ситуацию. В общем, нам с вами простоят непростые времена. Ну а сознание этого не повод унывать. Скорее, это дополнительный импус для того, чтобы мобилизоваться и настроиться на большую и длительную работу. И не такое, в конце концов, переживали. Тем более, что федеральные органы власти формируются новые и новые пакеты с мерами поддержки. Ресурсы на это у государства, слава богу, есть. Важно лишь справедливо и эффективно с пользой для дела их распределить. Более подробно об экономических прогнозах мы поговорим с вами уже после праздников. Ну а сегодня каждый из нас может помочь сложившейся ситуации своим ответственным отношением к тем мерам безопасности, которым нас призывают и власти, и врачи, и, наконец, здравый смысл. Так что остаемся дома, чтобы как можно скорее вернуться к привычной жизни. До встречи в эфире. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова